МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лолита Милявская давно привыкла эпатировать публику. ПОЩИ ЛИМОНОМ ЯЗЫКЕ Один её бывший муж, который на две головы ниже, чего стоил. Я обиделась, больше никогда не подходи. Её видим в том, что она сама по себе вот такая вот женщина-бомба. Классно! Это потому что она уникальная, то есть она не боится быть собой, это очень круто. Действительно, Лолита никогда не стеснялась быть смешной. Могла и на сцене по полу покататься. И в метро танцы устроить. И по рядам в зрительном зале пойти. Я когда была маленькой и смотрела вместе с мамой какие-то концерты, то Лолита Милявская всегда вышагивала вот этим вот рядам, где-то в зале. И, конечно же, этим самым провоцировала публику на какие-то эмоции. Тогда это было очень круто. Но если народ такие давние выходки Лолиты забыть не может, что уж говорить о недавних. Ты как такое забудешь? Захочешь, а не сможешь? Еще можно, еще! Несмотря на то, что я слышала очень много критики в отношении ее татуированного комбинезона полуобнаженного, я лично в восторге от такого смелого и очень эпатажного хода. И вообще я люблю, чтобы артисты наши удивляли. Но не все так радостно относятся к выходкам певицы. Многие критикуют ее. С такой-то фигурой и оголятся. Куда, мол, ее муж, фитнес-инструктор, смотрит? Молодой супруг фитнес-тренер, который мог бы ей заняться, и то, что она не обращается к нему, не просит. Дорогой, ну распиши мне, пожалуйста, программу, я буду заниматься этим всем делом, я буду там по утрам стоять в планке и так далее. Нет, она этого не делает. А может, Лолита мужу и такая нравится? Как известно, мужчина не собака, на кости не бросается. Знаешь, что мне нравится? Что она располнила и абсолютно этого не стесняется. Вот она сейчас как курочка. Лолита Милявская для меня вот с курочкой ассоциируется. Вкусная, с аппетитной курочкой, которой хочется потрогать, пощупать, посмеяться с ней. Но смейся не смейся, с Лолиты все как с гуся вода. То есть, как с курочки. Певице все равно, что о ней говорят. Даром, что без комплексов. Я себя сделала сама, Я никому ничего не должна. Сейчас я уже в том... В том статусе, как Джаконда. Знаете, знаменитую фразу? Джаконда сама выбирает, кому он нравится. За это ее и любят поклонники. Опа, Джигурда! Никита Джигурда по праву носит звание самого эпатажного из всех представителей мужского рода в нашем шоу-бизнесе. Впрочем, народ говорит проще. Джигурда просто сдвинулся по фазе. Опа, Джигурда! Знаете, я в последнее время просто боюсь следить за тем, что он делает, как он выглядит, надевается. Я хороший. А ведь когда-то Никита был человек как человек. Вот посмотрите на эти кадры из фильма «Любить по-русски». Высокий, красивый мужик. Ничего эпатажного. Хотя справедливости ради надо сказать, что уже и тогда в его нормальности сомневались. Живкий, нормальный! 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 Но с тех пор много воды утекло. Теперь Джигурда что только не устраивает, чтобы привлечь внимание к своему творчеству. Творчество? У Никиты есть творчество? Да, я теперь буду знать об этом, что у Никиты есть творчество. А и правда, чем сейчас занимается Джигурда, никто не знает. В кино его не видно, песен не слышно. Многие считают его этаким городским сумасшедшим. Но, возможно, это просто игра. Никита Джигурда абсолютно нормальный человек. Он как-то приходил к нам на программу, и вот как только камера включается, все начинается вот это вот, иди сюда! Да я тебя пощупаю! Ах ты моя золотая! Но как только камера выключается, он вдруг начинает давать такого просто слабонщика. Такой нормальный абсолютно мужик. А что касается обвинений его в безумстве, сам Никита Джигурда на это отвечает так. И все, что мы имеем сегодня, в виде космоса, в виде атомного оружия, это все воплощение людей безумцев. И вся цивилизация, и все сегодняшнее... Вот это, это все безумцы придумывали. Ну что ж, будем тогда ждать от Джигурды великих изобретений. А то обидно будет, если он зря так надрывался и наряжался. Вы лучше возьмите и баллотируйтесь президентом, например. Я для вас даже, уважаемая Никита, придумала классный слоган. Бамбарби, Акир Куду, голосуй за Джигурду! Еще про одну медийную персону говорят, что она не дружит с головой. Про Лену Ленину. И действительно, глядя на ее прически, трудно не усомниться в адекватности девушки. Ну или, по крайней мере, в адекватности лениного парикмахера. Лена Ленина – это мой любимый персонаж в шоу-бизнесе, потому что каждое ее фото, каждый ее выход в свет – это постоянно какой-то взрыв эмоций. Честно говоря, я до сих пор не знаю, чем она занимается. Да мы думаем, что и никто не знает, чем она занимается. А пусть Лена сама ответит. Лена Ленина – умница, красавица, писатель, великолепная. Написала 24 книги. Ее прически – это шедевры зодчества и современного парикмахерского искусства. Вот так вот. Кто-то не согласен? Ой, ну это то, что у нее на голове – это маразм, честно. Ну, маразм. То, что она как срывает все эти обои и паркеты, и потолки, и какие-то косяки дверные. И все, как она вообще это носит. Прически может у Лены Лениной и вправду маразматические. Вот только сама девушка очень даже дружит со своей головой. Ведь все ее эпатажи продуманы от и до. Если бы Лена Ленина вышла в образе, в котором она родилась, то есть простая славянская девочка, с простым человеческим лицом, с простыми блондинистыми волосами, такая, в общем-то, никакая, то вряд ли она смогла бы хорошо кормить своего ребенка. Дорого бы за это не заплатили. А вот с фигней на голове она просто уникум в своем роде и очень хорошо распородается рекламодателям. Уж не знаем, каким именно образом эти прически помогают Лене Лениной зарабатывать, но это у нее получается. То же самое касается ее безумных нарядов. Я не знаю, где она их берет, честно говоря, кто их шьет, но могу точно сказать, что со своей задачей они справляются. Они и говорят, ее все знают, но никто не знает, чем она занимается. Алексей, напоминаем. Лена Ленина умница, красавица, писатель. А еще у нее своя сеть маникюрных салонов. Хотя многие говорят, что прически у Лены Лениной получаются намного лучше, чем маникюры. Все знают, что она делает ногти, то есть под ее эгидой открылось огромное количество салонов, куда я, кстати, однажды пришла, и мне сделали ужасный маникюр. Это было просто отвратительно. Лена, следите за своими маникюрщицами. Я уж боюсь про педикюр даже подумать. Про эпиляцию тоже. Одной из самых старейших отечественных эпатажных звезд можно назвать Машу Распутину. Маша чуть-чуть переборщила с этим. Тут надула, тут надула, тут надула. Раньше сейчас она совсем на себя не похожа. Но голос остался прежний. Маша хорошая женщина, правда, уже пенсионерка скоро. Ну, ничего. Короткие юбочки, правда, ей уже не идут. Действительно, певица как начала выступать в коротких юбчонках, так и продолжает до сих пор. Но если в 20 лет это все выглядело мило, то когда тебе за 50 смотреть на это уже как-то неловко. А то и страшновато. Конечно же, иногда, когда она берет очень высокие ноты, кажется, что прямо сейчас она пойдет, что называется, по швам. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что Маша, она делала огромное количество операций, и всегда переживаешь за них. Но Маша Распутина упорно не меняет свой стиль. То ли так привыкла, то ли боится, что в нормальной одежде ее не узнают, то ли она реально считает, что это красиво. А мне Маша нравится. Мне лично с ней за кадром легко. Она классная, она гагатнет, она весело расскажет. Она отлично следит за собой, и, может быть, даже иногда чересчур хороша для своего возраста, ну, в смысле, некоторых вот, слишком больших губ или там чего-то. Но это же эротично и сексуально. Но лучше бы Маша радовала нас не своими губами, а своими новыми хитами. Стиль Филиппа Киркорова, пожалуй, можно назвать одним словом. Наша самая главная страза российского шоу-бизнеса. Страсть певца к стразам, перьям, ярким цветам и блестящим тканям стала уже притч его языца. Те яркие стразы по контракту нельзя снимать. Из-за этой заразы я зрение стал терять. А я вам, знаете, что хочу сказать, что он настолько уже яркая и круглая фигура на склоне российского шоу-бизнеса, что ему уже можно всё. И, конечно, если, например, ваш сосед, дядя Коля, так оденется, мы подумаем, что он сошёл с ума. А когда это одевать Лид Киркорова, это смотрится очень органично и классно. Но сегодня, похоже, все стразы и перья в прошлом. Киркоров решил эпатировать публику другим, аккуратным каре и неприличными жестами. С другой стороны, многие говорят, если бы Киркоров был другим, так ли он был всем интересен? Мне кажется, что Филипп Бедросович Киркоров, он на самом деле очень такая ожидаемая знаменитость. То есть, когда вы включаете воду в кране, вы всегда ждёте, что оттуда польётся вода. То же самое с Филиппом Бедросовичем Киркоровым. Ты всегда включаешь телевизор и ждёшь от него этих страз, этих пайеток. И если вдруг он придёт однажды в костюме, как Владимир Владимирович Путин, и будет говорить какие-то серьёзные вещи, к нему не будут относиться так, как к нему относятся сейчас. Его перестанут, наверное, меньше будут любить. Не уходи, постой, фанатка. Мы заслужили все, дизлайки. Хотя мы помним Филиппа в скромном белом верхе, в чёрном низе, а любил народ его не меньше, а то и больше. Потому что какие песни он пел. Главный конкурент Филиппа Киркорова по блеску на нашей эстраде это Николай Басков. А я и не знал, что любовь может быть жестокой. Он, конечно, к счастью, не ступил на тропу высоких причесок, и поэтому у меня там лидершип. Но если Коля захочет эпатировать, то я, конечно, останусь всё в стороне. К счастью, Коля лишь побеждает меня в блестячности своих пиджаков. Я очень хочу знать, кто ему делает эти крутые костюмы, но он не колется. Коля не колется. А ведь раньше Басков одевался намного скромнее. Но со временем понял, что привлекать публику надо чем-то покруче. Особенно, когда с хитами напряг. Он как цветочек аренький, понимаешь? Он приходит на эти тусовки, вечеринки, и вот он задаёт настроение всего. Для меня он цветочек. Его творчество, шарманка вот эта, например. Я, конечно, кроме шарманки ничего не знаю, к сожалению. В отличие от моей бабушки, которая знает все его песни, все клипы, собирает до сих пор аудиокассеты в Сибири, Николая Баскова. Поэтому какая публика, такой Николай. Но это раньше было. Теперь Басков решил от бабушек перекинуться к молодой публике. А она атласные пиджаки и прическу а-ля Иванушка-дурачок вряд ли поймёт. Поэтому Николай постоянно экспериментирует со своим внешним видом. То щетину отрастит, то шапочку напялит, то даже косички заплетёт. Вот и до короны дорос. Ну а что ему ещё делать? В чём ему ещё прийти, чтобы про него говорили? Ну вы правда, пожалейте дядьку, там растут всякие фидуки, Элджей, розовое вино, понимаете, они прямо ему дышат в затылок, а баска стоят. Ну, корону надо надеть, конечно. Не будем забывать о том, что он борется постоянно с королём нашей поп-сцены, Филиппом Киркоровым, за это самое звание. И, разумеется, тогда в ход должны идти стразы, пайетки и всё остальное, потому что так просто голыми руками короля не возьмёшь. Это точно! То ли роста Баскову не хватает, то ли страз. Но затмить Филиппа Киркорова у него не получается. Причём не только нарядами, но и песнями. Я эстраду не брошу, а маскову предложу! Зато Николай с удовольствием снялся в новом хите Киркорова про цвет настроения синий. Ни капли стеснения с приходом темноты. Ну что тут скажешь, добрый малый? На следующей строчке нашего рейтинга бывшая подружка Николая Баскова Анастасия Волочкова. Может, певец потому и расстался с ней, что даже он весь в стразах терялся на фоне балерины. Ну, если Филипп Бедросович Киркоров это главная страза российского шоу-бизнеса, то Анастасия Волочкова это главные рюши нашего шоу-бизнеса, потому что то, как Анастасия любит себя увековещивать в истории при помощи кружавчиков, рюшечек, всяких буфов таких. Но рюши и кружева это ещё полбеды. Стилисты не могут без страха смотреть на Настин макияж. Если она всё-таки однажды встретит визажиста, который уговорит её свести татуаж с бровей и, возможно, обратиться к прихмахеру, который как-то поработает с её прической, то, может быть, она будет выглядеть не так старомодно, как выглядит на сегодняшний день. Но если бы дело было только в татуажных бровях, Волочкова эпатирует публику в первую очередь конечно, своими шпагатами, где она только на них не садилась. Люди над Настей смеются, а балерине как будто всё равно или реально всё равно. Но тогда стоит только позавидовать её крепким нервам. Я прекрасно понимаю, что в этой жизни не прощают успеха, красоты, свободы, независимости, умением быть самой собой. Вы знаете, я работаю и творю вот под божественными крыльями тех ангелов-хранителей, которые меня оберегают. Любовь наших артистов к эпатажным нарядам можно объяснить по-разному. Например, у певицы Надежды Кадышевой во всём виновата бедное детство. Судьба у будущей певицы была непростой. Её семья жила бедно, а потом умерла мама. И Надю сёстрами отдали в интернат. Поэтому неудивительно, что когда Кадышева стала популярной на всю страну, она постаралась устроить свою жизнь совсем по-другому. Ну, как умела. Я, кстати, видела её фотосессию из её собственной квартиры, где, знаете, фотообой шикарный, там, с видом на море, пальмы какие-то. Это всё завораживает. То есть люди живут вот на этой, спят на этой гламурной, золотой постели. Я даже не знаю, это даже не двухтысячные. Это человек настолько уже, я надеюсь, что она в конце концов сделала ремонт уже у себя в квартире, и более-менее что-то там хай-тековое появилось. Это вряд ли. Вот и костюмы певицы подстать её квартире. Всё блестящее, яркое, золотое. Я недавно узнал, что, оказывается, над всеми нарядами Надежды Кадышевой работают стилисты, что у неё есть какие-то люди, которые занимаются её образом, её причёсок, макияжем. То есть всё это делают профессиональные люди. Это не просто то, что вот решила пойти в магазин и купила себе сама. Нет. В отличие от вышеупомянутых артистов, Надежда Кадышева никого специально эпатировать не хочет. Она действительно считает, что всё это выглядит богато и красиво. Надежду Кадышеву и её стиль в одежде критикуют все, кому не лень. И при этом, вот если взять отдельно каждый элемент в её гардеробе, это всё очень красиво. Иногда просто, когда очень много красивого, когда, условно говоря, у буфетчицы советской на каждом пальце по два кольца с рубином, вот когда их так много, может быть, кому-то кажется, что это слишком. Ну а почему бы и нет? По крайней мере, Кадышева всё это заслужила. Пройдя путь от бедной девчонки до звезды нашей эстрады без всяких там богатых покровителей. Уходи лесом, уходи полем, уходи полем, меня не тронет. Ким Кардашьян называют королевой эпатажа. Любое её появление на публике сразу привлекает внимание. У Ким такой Ким, что всем Кимом Ким, понимаешь? Поэтому она как повернётся своим Кимом. И вот если ты мужик, ты от её Кима вот ты просто весь на взводе начинаешься, потому что у тебя всё закипает. Ну ты видел? Вы видели этот Ким? Да кто ж его не видел? Честно говоря, для меня до сих пор загадка. Натуральный это продукт или нет? А нет? Натуральный? Ну конечно, не натуральный. Когда женщина начинает в угоду мужчинам, моде и кому угодно вставлять себе силиконовые протезы в задницу, да и вообще куда бы то ни было какие-нибудь протезы, то конечно же это ужасно вульгарно. Так-то она может и так, да только благодаря именно своей пятой точке Кардашьян и стала звездой. Вот уж точно, ей можно ничего не делать, только ходить туда-сюда, а денюжки капают. Только на рекламе в своем инстаграме Ким Кардашьян зарабатывает миллионы. Ну и на вершине нашего рейтинга самых эпатажных звезд Жанна Агузарова. Снег идет, а снег ведет, и все вокруг чего-то ждет. Это леди-гага-образная российская, советская, я бы даже сказала, певица. Она иногда одевается слишком чересчур или слишком странно. Некоторые искренне считают ее сумасшедшей. Сегодня у меня душесчебательный наряд, как никогда. Поклонники певицы действительно гадают. Агузарова реально тронулась умом? Я сошла с ума! Или просто прикидывается? Жанна не похожа на людей. Жанна – это Жанна. Жанна, между прочим, мне кажется, она давно уже оторвалась от земли, и говорили, что она марсианка, что она общается с марсианами, где-то как-то у нее контакт, связь, выходит в астрал. Но мне кажется, что уже там давно не марсиане, там как минимум альфа-центавр. Как бы там ни было, эпатажа у Жанны много, а толку от этого, увы, мало. Та же Леди Гага выдает хит за хитом. Вот и в Голливуде начала сниматься. А Жанну Агузарову помнят только по ее старым песням. Она возомнила себя королевой по отношению к нам, к журналистам. Я интервью не даю, я там с Луны, с Марса, откуда она там возвращается каждый раз, да? То есть, зачем? Ты все равно уже не топчик. Я правда говорю? Так и есть. Что? Зачем надевать звездную корону, когда ты никому не нужна? Так что эпатаж эпатажу рознь. И форма, какая бы эпатажная она ни была, все-таки должна подкрепляться содержанием. Десять самых новые рейтинги в наших новых программах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...